Между тем представители действующей украинской власти не оставляют попыток везде найти след Москвы и выставляют себя то жертвами, то героями. Дошло до абсурда. Будто бы на Украине действовали полсотни тайных агентов, банда барсеточников, по мелочи вредили киевскому режиму, а потом покусились на персону целого советника главы украинского МВД. Фэнтези-детектив украинских спецслужб изучил Юрий Липатов. Диверсанты ходили кругами по Киеву целую неделю. Кругов было, как выяснили потом специалисты СБУ, примерно два. Неровной окружности. Один у жилого дома депутата Г, другой у места его работы, здания Верховной Рады. Диверсанты были хорошо подготовлены, поэтому очень опасны, о чем после их задержания объявил представитель службы безопасности Украины. Они готовились к убийству, начиная от их достаточно глубокой подготовки, связанной даже к проведению скрытых переговоров между собой, заканчивая подготовки взрывного устройства. Несколько дней эти двое мужчин слонялись рядом с парламентом, непринужденно куря напротив входов и выходов, рядом с припаркованными автомобилями депутатов и чиновников. Что же их выдало? Почему оперативники СБУ стали снимать их на видео? Это не был парашют, волочившийся за спиной, как в классическом анекдоте про шпионов и Штирлица. Это, возможно, были провода? Нарушка в рамках слежки включила прослушку. И вот на переговорах двух диверсантов сквозь фоновый матерок и заторможенную речь стали проступать явные очертания преступного намерения в отношении депутата Г. Первая задача диверсантов – выяснить, где же он все-таки работает. Ухай начальство скинет на курсу номер машины и марку. И место работы. А вот это из той же прослушки СБУ. Звонок к куратору. Обращаются не по форме, мягко говоря, зато сообщают срочную и важную информацию. Смотри, братан, вот там такая охарея. Там фантомом парк. Два въезда, два выезда. Два хода по-разному. Обращение братан навело следователей СБУ на мысль, что звонили туда, где знают значение этого слова. Дальше клубок распутывался все интенсивнее. Окончательно все прояснилось после того, как было произнесено слово «рубли». Эту улику лично озвучил глава украинской спецслужбы. Кроме того, были отработаны пути, как быстрее уйти с места преступления и убежать именно в Российскую Федерацию. Вы сейчас услышите их речь, где они говорят о том, сколько будет стоить такси, на котором они доедут до Чернигова. В разговоре проскакивает валюта, украинская гривна. Потом это они все переводят в рубли. Им, видимо, легче считать в рублях все эти вещи. Теперь, когда все прояснилось, осталось только спасти депутата Г. Тем более, что заторможенные голоса диверсантов в эфире уже не стесняясь обсуждали, куда разбегаться после. Я тебе сейчас дал время, ну два, куда-то отвалил. Ты лепишь и уходишь, я дожидаю тебя. Первым узнал, что он спасен сам депутат Г, который сообщил об этом в Фейсбуке, после чего и выяснилось, что это никто иной, как советник главы МВД Герасченко Антон, известный своей активнейшей борьбой в интернете буквально со всем, что угрожает, или еще только собирается угрожать Украине. Герасченко немедля созвал пресс-конференцию и, как говорится, нанес ответный удар, объявив, что вскрыта большая сеть диверсантов, которые засланы из России, чтобы расшатывать положение в стране методом совершения разнообразнейших, самых неожиданных, относительно такой масштабной цели, преступлений. Летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск огорблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках, в достаточно видных смертных местах, на них нападали разбойники, бандиты, разбивали стекла, резали колеса, забирали барсетку. Человек находился в состоянии шока. Барсеточников арестовали, посадили в СИЗО в городе Ровно, ну а в СИЗО, рассказал Герасченко, нашлись патриотичные граждане, которые преступников, пытавшихся сеять панику на западе Украины, убедили какими-то своими патриотическими методами всей душой посотрудничать со следствием. То бишь признаться честно, что они диверсанты, заброшенные из России. Была отобрана группа из 50 лиц, как правило, резко антиукраинских настроений. Российские спецслужбы, их обучали тому, как уметь следить за людьми незаметно. Их обучали стрельбе, их собрали, вывезли в Подмосковье и сказали, что, дорогие друзья, вы же граждане Украины, давайте вы вернетесь в Украину вместе со своими семьями и будете осуществлять задачи по дестабилизации ситуации в стране. Герасченко, благодаря гиперактивности в Фейсбуке, вообще-то сейчас считается одним из лучших аналитиков украинских спецслужб. Недаром же он советник главы МВД Авакова. Его анализ текущих криминальных событий оказался мгновенным. Россияне проводят масштабную спецоперацию, используя представителей криминала, которые, как назло, все оказались вдруг антиукраински настроенными. Вот и покушавшиеся на самого аналитика, задержанные диверсанты тоже оказались рецидивистами. У одного три ходки, у другого две. Так было и в Ровно, где убили бывшего охранника СИЗО, мобилизованного ранее и отправленного в войад в Донбасс. Убийца, рецидивист и диверсант. Особенно же изобретательными оказались диверсанты в Херсонской области. Там они поджигали входные двери патриотам. С умыслом сеять панику. Это группа из нескольких граждан Украины. Подчеркиваю, в основном для всех этих заданий выбирались граждане Украины. Как правило, ранее судимые. И с явно антиукраинской направленностью, пророссийского, скажем так, настроя. Так вот, эти граждане Украины поручили задание после вербовки их российскими спецслужбами Российской Федерации поджигать двери квартир. В частности, они подожгли 31 декабря, то есть в новогодний вечер, дверь к квартиру мэра города Херсона Николаенко Владимира Васильевича. То, что на самом деле происходит, граждане Украины прекрасно знают и без аналитики Гераченко. В городах практически нет работы. Доходы резко уменьшились, а квартплата подскочила. Из Донбасса возвращается, часто с оружием, много людей с психикой, искалеченной ведущейся гражданской войной. Те же, кто, находясь у власти, ее устроил, не знают, что делать, на публике прибегая к банальному вранью, придумывая диверсантов, устроивших криминальную вакханалию на Украине. Юрий Липатов, Наталья Литовко, Первый канал.